Друзья, добрый вечер! С вами опять Катя. Может быть, даже для кого-то и доброй ночи. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Кинчана Терми. Для тех, кто первый раз попал на мой основной канал, я решила этот сюжет записать на моем основном канале. Я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана. Я являюсь журналистом. Как всегда, в описании под сюжетом я оставлю ссылку на мой второй канал, где мы больше говорим о политике. И там же ниже я оставлю ссылку на мой телеграм-канал. Друзья, почему я так поздно сегодня выхожу в эфир? Я немножко в разобранном виде, потому что поздно уже пришла домой, немножко расслабилась. Но все-таки решила сюжет этот записать сегодня вечером, а не завтра утром. Не терпится мне с вами поделиться последними событиями. Если вы проживаете в Италии, я думаю, что для вас не секрет, что у нас с сегодняшнего дня в Италии стали проходить массовые обыски. Потому что даже пропаганда, я пока еще не слышала, не было времени включить зомбоящик, но потом включу, естественно, и я думаю, что смогу послушать, посмотреть, как они это все дело интерпретируют. Обыски, самые настоящие обыски против тех людей, которые имеют такую же позицию, как имеем мы с вами. И вот эти мероприятия, так называемые, они меня коснулись. Но они меня коснулись, скажем, не совсем напрямую, а они меня коснулись как свидетеля. Как всегда. Вот, смотрите, какое количество у меня здесь просто бумажек. И о смысле вот этих бумажек, сегодняшних бумажек, я вам сейчас вам расскажу. Делаем выводы. Итак, друзья, сегодня рано утром, в районе 7 часов утра, звонят нам в дом, в звонок. Мы, как всегда, думаем с моим мужем, что это, видимо, соседи пришли, потому что мой муж, у него есть такое обыкновение, он машину паркует не совсем удачно, у нас же исторический центр, поэтому улочки достаточно узенькие, выехать нет никакой возможности. Вот. И оказалось, что не сосед. Мой муж открывает дверь, и я слышу такой вопрос, который он задает. О, Маквантис Эйти, сколько же вас? Их оказалось 7 человек. Значит, они приехали. Один был из Турина, из Турина. Второй был из Флоренции. Я про полицию вам говорю, друзья. Третий был из Сиены, была женщина. И еще было несколько человек, откуда я понять не могла. Ну, в общем-то, как-то вот Турин, Флоренция и Сиена. Они приехали по мою душу. Но, в принципе, я некоторые вещи, я вам скажу честно, я ожидала, потому что то, что у нас сейчас происходит, давайте чуть-чуть промониторим. Вы слышали эту историю и с моим другом. Вот тут эта связь, тут прямая связь. С магистратом Джорджани, с судьей, которого лишили, лицензии, которые сейчас по всем каналам рвут как Тузи Грелки. Грелку я уже не говорю про профессора Монтанари. Вы знаете, какое количество интервью я взяла у людей доброй воли за последнее время. Эти интервью, они все были опубликованы на моей второй платформе. Меня уже вызывали в Сиену, меня вызывали как свидетеля. Потом, значит, это дело было благодаря адвокату, не адвокату, а магистрату нашему заархивировано. Пришло письмо, что не надо ехать в Сиену. Сейчас у нас пошел новый кипиш. Вы знаете, что мы в субботу собирались ехать. Нам же сейчас запретили выходить на манифестации. И мы в субботу должны были поехать на манифестацию. Но наши мужички сказали, нет, 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 девочки, вы никуда не поедете, поедем. У нас поехало три человека. Два из нашего города. И вот третий человек был, которого уволили в результате с работы. Он сегодня пошел на работу. Кстати, я вам рассказывала о том, что он вот и да, и у него имеется в том числе аненпас и так далее, аусвайс так называемый. Но он все равно, он поехал на манифестацию. Сегодня утром он пошел в свой офис. И ему сказали, что ты уволен и без выходного пособия. Вы знаете, на самом деле, оказывается, все это готовилось. Это все готовилось. Так вот, они, значит, мне говорят, задали такой вопрос. Вы во многих имеете, в каких вы итальянских группах в Телеграм-канале, смотрите, будьте покойны, не наши, не российские группы не интересуют, а именно итальянские группы, в которых вы зарегистрированы на платформе Телеграм. Я говорю, очень во многих. Я вообще-то журналист и я официальный блогер, потому что я как блогер плачу налоги. Поэтому я имею полное право, я имею полное право быть зарегистрированной в любой группе, читать информацию. Вы делали какие-то перепосты из всевозможных групп? Да, да, конечно, я делала, когда были манифестации, когда опубликовывали таблицы вот этих самых манифестаций. Да, говорю, я это делала, конечно же. Вот, а вы делали перепост на вот то, что вот возле, к дому Дракулы должны были там поехать люди? Вы делали перепост на это? Я говорю, делала я этот перепост. А почему? Что люди не имеют права подойти к его дому и манифестовать? Это полное право людей. Просто если он не слышит нас, то, что мы говорим, люди имеют право подъехать к его дому, пообщаться с ним. Почему? Какие проблемы? Проблем никаких нет. Поэтому, вот, будьте любезны, вам надо с нами проехать. Это нечто. Значит, мы выходим. Их семь. Я одна. Но они дали одеться. Все. Обыска не было, я вам хочу сказать, нет. Вот. Но они... Все в порядке, друзья, я хочу сказать. Что касается там моих гаджетов и прочего. Я вам показываю все это у меня на местах. Все это у меня в порядке. Но осмотр у меня, моих гаджетов, был сегодня фундаментальный. Значит, смотрите, какая вещь произошла. Мы приехали в комиссариат. Мы приехали в комиссариат у нас здесь, в Кьюзи. Вот. И они со мной провели 4 часа. 4 часа мы с ними общались. Вот почему я так поздно сегодня вышла в эфир. Значит, вы знаете, я хочу сказать настолько абсурдные вопросы, которые мне задавались. Значит, вопрос был такого характера. В каких отношениях вы состоите с магистратом? Я говорю, простите, вот такой вопрос. Вообще-то я замужняя женщина. Ну, другого типа отношений есть. Да, говорю, конечно, у нас с ним дружеские отношения. Вот. И вот тут, друзья, ставьте на карандаш. Значит, он мне задавал вопрос. А вот он вас каким-то образом лично подталкивал на то, чтобы вы ездили на манифестации. Потому что я же ездила на многие манифестации, которые вот он устраивал. Я говорю, нет, я ездила везде по моей доброй воле. А вот у вас тут, значит, в городе тоже вот есть люди. Я говорю, за других людей, другие люди будут отвечать самостоятельно. Потому что я туда ездила. У нас есть компания. То есть они уже знают, что у нас даже имеется здесь компания. Вот. И мы ездили. А через какую платформу вы договаривались для того, чтобы поехать на манифестацию? А мы же все делаем телеграмм. У нас на WhatsApp мы ничего не пишем больше. Я говорю, ну, мы здесь живем. У нас город 7 тысяч человек. У нас встреча. У нас в кафе. Мы идем в кафе. Мы договариваемся друг с другом. Ну, дурацкий вопрос. Вот. Вы брали интервью вот у такого-то человека. Вы брали интервью. Даже про Проди. Они вспомнили, что я брала интервью у Проди. Александру Милуци. Но, вы знаете, в первую очередь, действительно, их почему-то интересовал магистрат. Там некоторые независимые адвокаты. Но вот в первую очередь, то есть те мои контакты, те мои интервью, которые я беру. Где были опубликованы ваши, значит, вот, их интересовал только телеграмм. Вот я вам хочу сказать. То есть данная платформа их не интересовала никаким образом. Я немножко отступлюсь от своего видео. Хочу вам сказать, что, значит, тут Дуров, он же не ввел жесть на данных платформах. Он не ввел жесть. А там из Турина, почему из Турина приехали? Именно Туринская прокуратура, она занимается телеграммом в Италии. Еще раз хочу повторить, что их не интересуют платформы, которые, допустим, зарегистрированы в Германии, в России, в Украине и так далее. Их интересуют исключительно только платформы итальянские, где написано на итальянском языке. Вот. А, значит, вы где-то вот опубликовывали ваше интервью, которое вы брали? Я говорю, да, я и на своей платформе в том числе тоже публиковала. А с кем? Я опять уже там по второму, по третьему разу. Начинаем перечислять вот эти интервью, которые я брала. А вот, например, вот эти группы, в которых вы состоите, итальянские группы. У вас был контакт с некоторыми администраторами? Я говорю, ну почему? Я с журналистами общаюсь, например. Да, Монтанари, я с ним общаюсь. Вот. Поэтому и с журналистами, с независимыми я тоже общаюсь. Вы там публиковали... Опять. Вы там публиковали какие-то видео? Я говорю, да, я там опубликовала видео. Когда 9 октября, когда я ездила на манифестацию в Рим, полицейская мне свернула видеокамеру, мне свернула. И плюс еще она мне свернула стабилизатор. Поэтому у меня есть видео по этому поводу. Я его опубликовала. И плюс я опубликовала второе видео, когда я пошла к нашему Маришалу писать заявление. Я сказала, что раз такой произвол имел место быть, поэтому я пошла. У нас замечательное Маришалу, честный человек. Он потратил 7 часов для того, чтобы написать вот эту самую QR-л. Вы помните, я вам рассказывала, что один мент, мой знакомый, из Рима мне звонил. Он мне все говорит, убери эти видео, убери эти видео. Я их эти видео не убрала, потому что в них абсолютно все нормально было. А вы вот в этих группах, скажите, пожалуйста, вы замечали там какие-то определенные призывы? Я говорю, да, были призывы сходить на манифестацию. А каким-то там насильственным действием? Я говорю, я в такой группе никогда бы не состояла бы. И потом, если даже там кто-то что-то писал в комментариях, я что-то должна читать все вот эти комментарии? Я не читала комментарии. То, что я опубликовала, я вам сказала, открывайте телефон и показывайте все через чат, что я там опубликовала. Они нашли вот эти вот два видео, которые я там опубликовала. Хотя, что они искали, они уже знали, что эти видео были опубликованы. И вдруг мне вот этот вот, который приехал из Турина, он мне говорит. У меня к вам большая просьба. Вот вы же как свидетель, то есть мы вас пригласили сюда для того, чтобы вот разрядить всю вот эту ситуацию, в которой мы сейчас все оказались. Каким образом вы хотите разрядить эту ситуацию? Друзья, я своим ушам не поверила, то, что он мне сказал. Давайте мы сейчас сделаем таким образом. Вот вы сейчас здесь сядете и напишите Куареллу против вот тех людей, которые... Друзья, это какой год? Я вот, вы понимаете, я вам вот, что это было сказано. Это вот было сказано. Вот мы вам покажем некоторых людей, некоторых людей, да? А вы против них напишите Куареллу. То есть заявление подадите, что они вас как бы подталкивали вот к этим действиям, там пойти на манифестацию, вот к этим вот интервью, что на вас они оказывали давление. Я говорю, ребят, вы вообще как это представляете? Эти люди, это мой друг. У меня в жизни принципов очень мало, но те, которые есть, эти принципы, они железные. Это мои друзья. Они мне ничего плохого не сделали. Вот вы мне уже сделали плохое, потому что вы валились ко мне в дом в половине седьмого утра. Это раз. Во-вторых, ваша вот эта коллега, которая мне снесла стабилизатор, она мне сделала плохо, потому что я была вынуждена пойти потратить деньги. Я имею полное право на съемку. Я блогер, я плачу налоги. Я плачу налоги, как блогер. Но я имею полное право. Да, вы имеете на это право. Но вы понимаете, вот у нас сейчас такая ситуация, они даже слов найти не могли. Ну вот мы все-таки, он мне говорит, вот я с вами сейчас общаюсь не как полицейский, я с вами сейчас общаюсь как друг. Ну вот мы хотим вам помочь. Я говорю, а мне-то чего помогать? Ну в каком плане? Потому что это же общая такая вот ситуация. Мы вас просим, напишите Квареллу против тех людей, против которых мы вам скажем, ее написать. Я говорю, я не буду. Я не буду этого делать. Я не буду этого делать. Зачем вы мне такое предлагаете? Друзья мои дорогие, мои любимые, мои подписчики, у меня это в мозгу не укладывается никаким образом. Ну вот вы знаете, значит, мы таким образом вот сейчас будем сидеть, потому что мы у вас забирать вот мои гаджеты, мы ничего не будем. Вот, но, значит, вы, да, вот то, что они мне сказали, значит, мой канал, мой канал, телеграм-канал, он действующий, он живой, но я на всякий случай, вот тут я хочу сказать, я на всякий случай, поскольку мой сын, он является администратором канала, я его попросила видео. Говорю, Анжела, ты пока выкладывай видео сам, потому что там пока они что-то там смотрят. Они там через Bluetooth у меня скачали, но они мне скачали переписку, скачали переписку с, то есть к моему каналу, к моему каналу у них претензий не было абсолютно, то есть в каком плане у них не было претензий. У них претензии были только к тем интервью, которые я брала. Вот это им не понравилось очень сильно. То есть там вообще не было никакого разговора по поводу того, что я рассказываю на русском языке, что я рассказываю людям, даже слова не было сказано по этому поводу. Их это абсолютно не интересует, потому что аудитория русскоязычная, их интересует италоязычная аудитория. Вот. Поэтому они единственное, что спросили, вот в каком формате на русском, на итальянском языке у меня были опубликованы видео. Я говорю, у меня вот они были опубликованы в подлиннике, именно на телеграм-канале, потому что там не надо запикивать некоторые вещи. Там идет, как идет, все. Ну, все-таки, может быть, вот вы напишите против тех, кого мы вам сейчас скажем. Я говорю, нет, я не буду писать. Ну, вот тогда мы сейчас будем скачивать вашу переписку вот с этими людьми. То есть переписка, цена вопроса, которая была. То есть их не интересовали, допустим, там мои девочки, подружки, с которыми я общаюсь. То есть они даже на это не посмотрели никаким образом. Их интересовала моя переписка, то есть перлюстрировалась моя переписка вот именно с людьми, которых я вам перечислила, которые обладают определенным весом. Магистрат, Матонари и все остальные. Причем их заинтересовала даже переписка, в том числе и с Франко Проди, с профессором, с физиком. Я говорю, вы знаете, вообще-то, что он брат Проди, Романа Проди. Да, мы знаем, но у него проблемы. Вы знаете, что у него проблемы? Я говорю, я знаю, что у него проблемы, я знаю, что его не пускают в университет. Ну, вот у кого проблемы такого плана возникли, вы с ними ВКонтакте, поэтому, соответственно, значит, мы хотим прочитать. Вот они сидели, переписали. Я просто видела, чью переписку они у меня там скачали. Короче говоря, друзья, у нас сейчас взялись вот именно за ту платформу со страшной силой в Италии, за Телеграм. Со страшной силой просто взялись. Вот. Я хочу сказать вам такую вещь. Ну, я попробую сделать таким образом. Я сейчас на какое-то время, я сегодня купила еще одну сим-карточку. Я потом моим близким людям, я сообщу номер вот этой вот карточки, значит, чтобы мы имели возможность переписываться через другой номер. Просто на всякий случай я пока, потому что они там будут все это смотреть, они скачали, там будут смотреть, я не знаю, может, они подключились каким-то образом. Может быть, я даже допускаю, что через формат ватсапа, там они могут что-то читать, смотреть и так далее. Я пока туда, на старый номер пока не захожу. У меня есть теперь новый, поэтому я пока буду на новом. Вот таким образом. Ну, если, да, то, что я сделала сразу, я позвонила адвокату Маргарите, нашей Маргарите. Вот. И адвокат, она разговаривает, Маргарита Матрелло, у которой я брала интервью. Они с ней разговаривали. Нет, нет, ну что вы, мы пригласили только как свидетеля, но мы хотим знать, значит, какой уровень переписки. То есть я должна была настучать на этих людей, я должна была сообщить, может быть, они мне в частной беседе какие-то вещи определенные рассказывали. То есть, друзья, их интересовала определенная категория людей. Вот именно специалистов. Магистраты, адвокаты и так далее. Причем он когда посмотрел, а кто у вас адвокат? Я говорю, Маргарита Матрелло, мой адвокат. Он посмотрел, ой, она из вашей же компании? Я говорю, да, она из нашей же компании, Маргарита Матрелло. Офигеть. Я говорю, вы хотите, чтобы я кого взяла? Кого я взяла? Ну, в общем, мы с Маргаритой поговорили вечером, она мне сказала так, что это просто как они пытаются, знаете, как это сказать, на понт взять. Ничего другого, абсолютно нет. Пытаются брать на понт. Вот. В общем, я когда ушла оттуда, я пошла себе купила, агрегаты там у меня остались, но я купила себе другую симку. Пока на данный момент я посижу на другой симке. Потому что я не знаю, что они там будут делать. Они подключали там мой телефон к своему компьютеру, поэтому я пока на другой буду. Я хочу в нормальном формате общаться с людьми. Вот. А она там напишет, сказала, что она напишет письмо и так далее. Так что потом я пришла в центр нашего города. Мы встретились вот с этим человеком, которого уволили сегодня. Да, все, его уволили. Уволили. И не стоит вопрос даже о том, что ему выдадут зарплату. В общем, слава тебе, Господи, что мы тогда в субботу на манифестацию не поехали. У нас будут, конечно, сейчас ездить, но будут ездить мужики. Поэтому времена у нас вот такие вот, друзья. Завтра еще про мониторинг. Спасибо вам большое, что смотрите. Я вас очень люблю. Мы с вами увидимся завтра. Спасибо.